Диана Николаевна Вот я как раз занимаюсь разбором книг для библиотеки Детского исторического музея. Хотите посмотреть? Да. Только аккуратно, у нас книги прошлого века. А, кстати, мне кажется, вы уже и умеете читать, и алфавит знаете. Да? Да. Ну, тогда без труда сможете название моих книг прочитать. Ну-ка. Букварь. А это? Азбука. А у меня тоже азбука есть. Ох, какая нарядная. Ну, пусть вместе с нашими полежит. Глаша, а сможешь ли ты прочитать название этой книги? Э-лиф-ба. А что это такое? Непонятно написано, правда? Да. Ну, непонятно, потому что не по-русски. Наша страна очень большая. Очень много разных народов в ней живёт. И для каждого важно знать не только русский язык, но и изучать и сохранять свой родной язык. Вот этот букварь для татарских школьников. В республике Татарстан ребята в школе изучают два языка. Костя, а ты сможешь прочитать название этой книги? Харада. Харада. Тоже непонятное слово, но на самом деле так на калмыкском языке звучит слово «букварь». Вообще и азбуки, и буквари – очень важные книги. Над их созданием работали очень известные писатели и педагоги. Вот, например, Лев Николаевич Толстой создал азбуку специально для сельских детей. А хотите побывать в школе, подобной той, где учились сельские ребятишки? Да, хотим. Ну, тогда я вас туда приглашаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем пожаловали ко мне? Мы хотим посмотреть школу. Школу? Ну, школа у меня простая, сельская, деревянная. Вы, наверное, еще никакой школы не видели, да? Вы что? Вы же, наверное, в школе еще не учитесь? Учитесь. Мы в первом классе уже. В первом классе уже учитесь. Вот чудеса. И что ж, читать и писать тоже умеете? Да. Удивительно. Ну, проходите, коль желаете. Ну, вы уж простите, ребят, что я вас за школьников-то не признала. У меня в девятнадцатом веке в школу дети ходят обычно постарше. Ну, хотя бы годочков с десяти. И учатся три года подряд. Первонаперво изучаем молитвы, буквы и цифры. Букв у нас в алфавите тридцать шесть. Моим ребятишкам сложнее всего даются буквы И. Никак они могут выучить, где какая из четырех букв И пишется. Ну, а вы-то, ребятишки, все четыре буквы И знаете? Или сколько букв И вы знаете? Две. Две? Всего две. Ну-ка, милок, покажи мне, что за буквки И ты знаешь. А я запишу. И восьмеричная, и краткая. И все, да? Да. Ну, ладно. Садись, пожалуйста. А в какой стране-то вы живете? В России. В России? Ну, красавица, напиши мне название своей страны на доске, а я погляжу. Ну, я, конечно, такой ответ принять не могу, потому что в слове России нужно писать другую букву И. И десятиричная. И в алфавите, конечно, четыре буквы И. И восьмеричная, и краткая, и десятиричная, и ижица. Здравствуйте! Здравствуйте! Вера Евгеньевна, Аглая написала правильно. Россия теперь пишется с буковкой И, восьмеричная. Дело в том, что в 1918 году из русской азбуки убежали четыре буковки. Четыре буквы. И десятиричная, буковка Ядь, Фита и Ижица. Этих букв больше нет. Более того, с этими буквами были незнакомы ваши бабушки и дедушки. Они так же, как и вы, писали Россия. А за какими партами сидели и какими ручками писали ваши бабушки и дедушки, мы узнаем дальше. Я приглашаю вас в школу двадцатого века. За такими партами учились ваши бабушки. Каждая парта имеет крышку. Откройте, пожалуйста, крышку. А вот теперь можно тихонечко присесть. И крышки мы бесшумно закроем. Молодцы! Хорошо справились! Пятьдесят лет назад школьники писали перьевыми ручками. Чтобы эта ручка писала, нам необходимы чернила. Чернила наливали в чернильницу-непроливайку. Чернила из этой чернильницы у нас не вытекают. Перья содержали в чистоте. И в пенале у каждого школьника обязательно была перочистка. Её использовали для того, чтобы чистить пёрышко. От налипших чернил и различного сора. Почистили, а потом можно уже и писать. Также замечу, что у каждого школьника в портфеле были на рукавнике. У вас они тоже лежат. Я попрошу вас, наденьте на рукавнике. Замечательно! Теперь я попрошу вас правильно взять ручку. Обратите, пожалуйста, внимание, как я держу пёрышко. Удлинённый кончик сверху. Именно с этого кончика на бумагу будут капать чернила. Возьмите правильно ручку. Замечательно! Вот теперь вы готовы к выполнению моего задания. Я попрошу вас на листочке написать по образцу. Спасибо, азбука! Пропустите, пожалуйста, одну строчечку. И с красной строки, с заглавной буквы мы приступаем. Друзья мои, а чтобы перо у нас писало, что мы должны сделать? Оконуть яд. Конечно, правильно, Костя. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Вы читать и умножать, малышей не одержать. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Вы читать и умножать, малышей не одержать. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. К четырём прибавить два, по слогам читать слова. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учить в школе, учить в школе, учить в школе. Книжки добрые любви и воспитанные любви. Учить в школе, учить в школе, учить в школе. Выполнили задание, молодцы! Теперь я попрошу вас почистить перышко и положить его на место. Да, Костя, бери. И Аглая заканчивает, чистит перышко и кладет его на место. Замечательно! Я перочисткой уже не пользовалась, потому что, как и вы, писала уже шариковой ручкой. Но портфель у меня был другой. Очень похож на этот портфель, тоже коричневого цвета. Только на нем были изображены зеленые водоросли и золотые рыбки. А в портфеле я носила, конечно же, учебники. И первым моим учебником был букварь. У вас сейчас другие портфели и другие учебники, но это совсем не важно. Главное, что вы выучили все 33 буквы русского алфавита, и теперь вы умеете читать. И я очень надеюсь, что отныне книга станет вашим лучшим другом. К новым знаниям, друзья! Закончена азбука, буквы мы знаем, стихи и рассказы свободно читаем. Добру в ней учила нас русская речь, и мы ее будем любить и беречь. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, Не надо бабушку трясти, прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу, ну прочитай еще страницу. Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и прочитать.